Ну, поздравляем, если ничего, или все-таки потеряли очка, а потом как развелся второй тайм? Ну, судя по последним играм, конечно, можно поздравить с приобретением очка против топ-команды нашего чемпионата. Но сегодня к победе были же мы, чем они. Как-то настраивался на этот матч все-таки с Партаковой бывшей командой? Ну, я уже устал от этих вопросов, я сейчас, как настраивался против хорошей команды всегда, но, как бы, другой настроит, понятное дело, на атмосферу. Ты говорил, что хочешь забить очень сильно Спартаковой? Ну, да, конечно, хочу, хотелось бы забить, и в следующем матче я хочу так же забить, не меньше, как бы, и буду прикладывать усилия. В каком состоянии приходили к этому матчу с учетом тренерской ситуации, да, то есть какие-то непонятки? Если у команды сейчас понимают, что тренер, почему бы ранее был у нас в Америке и так далее. Ну, это, наверное, вопрос надо задавать руководству клуба, вот. Нас попросили это не комментировать и до зимы сплотиться и отыграть оставшийся матч. Вы не комментируете, подскажите, когда вы последний раз видели главного тренера? Не, я, наверное, тоже это не буду комментировать. Это тайна. Вы сказали по поводу того, что были ближе к победе, удивлены тому, как Спартак сегодняшний матч отыграл. Второй тайм, ну, очень плохой, на мой взгляд. Ну, наверное, не меня надо разбирать игру Спартака. Мы, как бы, свою игру нам с трудом удается разобрать, вот. И нет времени разбирать соперников, ну, их ошибки, как бы, сегодняшний матч. А еще хотелось бы сказать, ладно, не буду говорить. Ну, если начали говорить, да. Я судьи не хочу комментировать, но... Собру нужно было удалить. Но это, мне кажется, все видели, все, кто смотрел матч. Вы прямо судье это сказали или самому Александру? Подошли и сказали со судьбой вам прямотой? Нет, я видел просто, что это, как бы, желтая карточка. Явно. А одна у него уже была. А что... Ну, знаете, один плюс один бывает и не два, как в эпизоде с КДК. Решение вот так получилось. Да. Вы удивлены этому решению? Ну, я не знаю, в последнее время меня мало что может удивить. Флаги списти? Ну, да, ну, как бы, не знаю. Может, это на наши матчи так попадает, что с нами всегда ошибаются. Может быть. Не, ну, бывает, конечно, и в нашу сторону ошибаются, и это не секрет. Но вы имеете в виду, что Сочи душат? Нет, 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 я не имею в виду. Просто, если бы дали ему красную карточку, то игра была бы совсем другая. Да. Ну, первые минуты так Спартак вас поддушевал. Ну, да. Забил гол. По седьмой минуте. А в Торонто, мне кажется, что вы уже поддушевали. И у меня было ощущение, что дело может кончиться, как в Петербурге. Но потом вы сплотились. Ну, да. Бывает такое. Там были моменты, ведь, когда и Джика спас Рейнер, да. Да, если не ошибаюсь, там из-за ворот. А кто тренировку проводил, скажите? То есть у меня ощущение такое, что у вас главный тренер Дмитрий Бородин. Там есть в Кост. Поймайте, кому-нибудь и создавайте. Мне по игре, пожалуйста. Да. Но вы своей игрой в Сочи сейчас довольны? Вы чувствуете себя комфортно, а все нормально? Ну, конечно, всегда можно лучше. И если вы были довольны, значит, плохо. Но никогда нельзя, нету потолка в футболе. А в целом, как оцениваете в первую часть чемпионата или в Сочи? Для Сочи, ну, она еще не кончилась. А, не, первую часть уже кончилась, да? Конечно, да. Просто 15 – это и есть половина. Да. Вы меня спрашивали, да. Конечно, да. Да, ну... Ну, из 10 баллов, наверное, на 7. А как улучшить? Своей игрой? Больше никак. То есть, возможно, что в следующей части сезона мы увидимся очень на 9-м месте, а не на 5-м, а на 4-м. Конечно, да. В первой пятерке. Спасибо. Спасибо. Спасибо.